Там было уйма всяких, ну, сама, извините, не надо петь с преподавателем. Мне мои коллеги тоже сердечки присылают, но это совершенно, ну, дружеский ответ. А когда это уже сексуальная домогательность? Когда человек некомфортно себя чувствует, очень важно, чтобы он бы сказал, стоп, вот здесь уже дальше не надо, да? Сексуальные преступления, как правило, они характеризуются тем, что уже об этом не хотят говорить. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор, как всегда в это время. Сегодня четверг, и у нас интересная тема. И также наших подписчиков сети YouTube тоже вас приветствую. Оставайтесь с нами, пишите комментарии. Тема такая, острая, так скажем, да? История с сексуальными домогательствами к девушкам, музыкальной академии и не только. Вот такая тема нашей сегодняшней передачи. Какое-то время назад, я напомню, ну, может быть, несколько месяцев назад в Латвию всколыхнул скандал с детским лагерем Кит, где тоже, по уверениям девушек, были такие же случаи. С сексуальным домогательством. Вроде бы потом скандал утих, но сейчас новый скандал. Музыкальная академия и другие образовательные учреждения попали в сферу, вот в зону внимания этого скандала. Получены жалобы от семи девушек. И упоминаются имена более чем двух преподавателей академии. Музыкальная, Латвийская музыкальная академия, где вот есть вот такие вот случаи, и уже подтвердили, что есть уволенные, поскольку происходят, ну, вот такие странные вещи, которые рассматриваются. Государственная полиция начала уголовный процесс по домогательствам преподавателей музыкальной академии. А в самой Академии культуры вот случаев сексуальных домогательств не выявлено. Это Рута Мухту Павла подтвердила, потому что скандал пошел дальше и уже затронул несколько высших учебных заведений. И мы сегодня обсудим вот эту непростую, я считаю, тему. Но вот почему она непростая? Потому что вообще сексуальное домогательство – это не только прямой физический контакт. Это еще что-то такое, о чем, возможно, девушки не догадываются, долгое время молчат, и потом вот появляются вот такие вещи, когда, ну, вот приходится, как говорится, всем миром выяснять, что вообще с этим делать. Кто у нас в гостях? Эмилия Плаксенс, юридический советник отдела по предотвращению дискриминации Бюро Омбусмена. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Мошкин, врач-психотерапевт, член Латвийской ассоциации врачей-психотерапевтов. Здравствуйте. Здравствуйте. И Ева Стродо, социолог, представитель исследовательского центра СКДС, руководитель отдела социально-политических исследований. Ну, я хотела бы ваше такое, знаете, сначала эмоциональное, может быть, отношение, а потом уже более конкретные вопросы. Да, как вам вот эта история вся, с какими чувствами вы о ней узнали, и какова была вообще первая мысль, когда вы прочитали, что такое до сих пор у нас возможно? Добрый день. Спасибо за приглашение участвовать в передаче. В Бюро Омбусмена мы сталкиваемся с разными случаями. Может быть, я коротко расскажу вообще, кто мы такие, какие принципы и методы мы применяем в нашей работе. Есть, конечно, вот некоторая такая вот профессиональная уже, ну, не то чтобы привычка, но мы получаем разного рода жалобы, и мы пытаемся, конечно, мы реагируем на них профессионально, и как бы наши чувства и отношения к ним уже не имеют отношения. Но это, конечно, да, это неприятные такие случаи, с ними сталкиваются люди, ну, не только в университетах, это в рабочей среде, это может произойти просто даже на улице единичный случай, если мы говорим о сексуальном домогательстве, как явлении таковом, но вот уже конкретно про Бюро Омбусмена, кто мы такие? Мы независимое государственное учреждение, мы принимаем и рассматриваем жалобы, письменные, устные, телефонные обращения от частных лиц, от юридических лиц. Круг рассматриваемых вопросов очень широкий, это не только классические права человека, это разного рода вопросы, связанные с госуправлением, с самоуправлением, также с частным сектором. Ну, вот именно учебные учреждения, высшеучебные учреждения в таком ракурсе, таких жалоб не было. А какие были, связанные с сексуальными домогательствами, скандалами, где вот такая чувствительная тема, собственно? Знаете, вот именно связанные с сексуальным домогательством, таких жалоб... Не было? Не было, не было. По-моему, это не очень хороший сигнал, как мне кажется. То, что их не было, наверное, это не очень хороший сигнал, но вот если смотреть на ситуацию сейчас в целом, то сигналы, по нашим наблюдениям, это все-таки уже позитивные, потому что вот тогда, когда это произошло, 8 марта, как бы сразу стало ясно, вот всем было ясно, даже без дефиниции, без правовых норм, что это такое, что это было, поэтому вопросов даже особо не было ни в СМИ, ни реакция самих высших учебных заведений, ни как бы реакция госполиции, соответствующих министерств и вплоть до премьер-министра и президента, как бы вот-вот-вот. Это указывает, что в обществе в целом это понятие этики и морали, оно правильное. Я вам зачитаю, дорогая Эмилия, какие я видела отзывы на эти все вещи. И вот, кстати, нам уже пришел такой отзыв, я вам, вот лично вам зачитаю, что пишут люди, да? Они совершенно разные, эти отзывы. Я, кстати, скажу, телефон прямого эфира 28-04-04-24, да, пишите по этому поводу, что вы думаете, лр4.лв, кнопка «Написать в студии». Ну, давайте я предлагаю вам реакцию общества немножко чуть-чуть позднее обсудить. И мы об этом тоже поговорим, мне кажется, вот где прямо почва для работы социологов и психологов, да? Чуть-чуть попозже. Да, что думают, вот как вы думаете, о чем вообще это говорит? Это как-то характеризует наше общество, что мы стали более, девушки стали более смелыми говорить о таких вещах. Но, может быть, это не вся часть айсберга, это часть айсберга, а какая-то большая часть вот этих домогателей до сих пор считается делом постыдным об этом говорить. Ну, я думаю, что это постыдно, но я сперва то, что спрашивали, я об этом узнала из Твиттерс. Когда министр культуры, да, по-моему, написал? Нет, нет, нет. Там даже, ну, когда была эта передача, я передачу не видела, но в тот же вечер с этой академией не связанный человек уже назвал обе фамилии, которые потом появились. И это как-то, ну, значит, все знали. Нельзя сказать, вот там какой-то случай, вот никто не знал, никто не реагировал. И этот человек, который назвал этих фамилий, он, она не была связана с академией. Значит, ну, это для меня было такое удивление, что это такое, вообще-то. Но, да, ну, особенно после МИТУ и после этого случая люди учатся, что об этом можно и нужно говорить. Так что раньше просто, ну, как ты будешь об этом разговаривать, что-то... Потому что вы уже упомянули, что и в том же Твиттерсе там было уйма всяких... Ну, сама, извините, не надо пить с преподавателем. Если ты проснулась не в той из постели, ну, значит, ну, ну, кто ты, да? Сама виновата, не надо так. И так что, ну, нормы, новые социальные нормы, они образуются, но это... Длительный процесс, да? Новые социальные нормы. Это, кстати, интересный момент, потому что, скажем, я была молодой девушкой. Наверное, эти нормы были другие. И сейчас у меня дочка в этом возрасте старшая, у неё совершенно другие нормы. Как они меняются? Ещё вот тоже вопрос. Под влиянием чего эти нормы меняются? Я думаю, они так, не так постепенно, но скорее прыжками. Потому что вот такой случай, он даёт людям подумать, а что это было? Надо, можно об этом говорить. Потому что стыдиться же, это некомфортно, как ты пойдёшь. Потому что, по-моему, видите, одни все об этом говорят. И в Крузпункте тоже, я немножко послушала, там говорят, что в университетах нету, где ты можешь пойти и рассказывать о своём опыте. Ну, конечно, если там изнасилование, тогда это полиция. А если он как-то не так посмотрел, ну, или как-то не так подействовал, а куда ты пойдёшь? Вот это будет следующий вопрос, который сейчас я дам ответить Александру, потому что вот эти понятия сексуального домогательства, и, кстати, может быть, и вам будет тоже этот сразу первый вопрос, оно совершенно разное. Я приведу примеры, что было с этими девушками. Там не всегда же был вот именно прямой контакт, как только кому-то залез под юбку, да. Там были СМСы сомнительного содержания, там было много чего другого. И вроде бы эти девушки, может быть, они пока неопытные, они не могут понять, а это как квалифицировать, а может быть, это нормально, может быть, ну, вот нет вот этого понимания. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Александр, вот ваша точка зрения как специалиста. К вам обращаются девушки, женщины, которые стали жертвой харассмента, сексуального насилия в любой форме? Вы знаете, специально, может быть, не обращаются, бывает и так, но работая с людьми, открываются такие, скажем, факты из прошлого, из юности, из детства, да, довольно много, которые подвергались таким или прямым сексуальным домогательствам, или даже использованию сексуального. То есть это вскрывается, потому что, вы знаете, сексуальная часть – это очень чувствительная сфера. И здесь, что очень важно, да, сказать, что здесь, как бы, это такой основной инстинкт, это нормальная, естественная потребность быть сексуальным человеком, и сексуальность его использовать, да. И здесь очень тонкая грань, где, скажем, вот эта защищённость очень нужна здесь, да. Здесь тонкая грань, когда, вот, например, такой лёгкий интерес, да, переходит, например, уже в некомфортные отношения, когда начинает кто-то кого-то преследовать, неправильно друг друга понял и так далее. И когда человек некомфортно себя чувствует, очень важно, чтобы он бы сказал «стоп, вот здесь уже дальше не надо», да. И вот здесь вторая часть, то, что вы сказали, что, с одной стороны, это очень печально, да, что такое происходит, с другой стороны, это вполне даже предсказуемо и, наверное, неизбежно, да, потому что действительно люди боятся, опасаются разговаривать. Наверное, это вообще, ну и в нашем обществе, к сожалению, собственно, диалог – это довольно сложная тема, да, и поэтому, когда они боятся высказывать своё мнение или говорить о своём дискомфорте, да, это очень важная часть. Мы в своей работе, в психотерапии и особенно в психоанализе работаем с людьми, добиваемся им как можно больше, чтобы они стали больше свободны, свободны в своём ощущении этого мира и так же самым могли бы защищать себя и говорить «стоп, вот здесь не надо дальше лезть», да. Поэтому и важно понимать свои импульсы, в том числе, вот, скажем, сексуальные, да, если это молодая девушка, ну, конечно, ей будет приятно, если ей оказывают внимание, да, но, с другой стороны, если это внимание уже слишком сильно или, скажем, подвергает, ну, скажем, человеку, вызывает неприятные чувства, да, это должно быть остановлено, и более того, это не должно замалчиваться. К сожалению, такие узкие сферы, да, там, скажем, там возникает такая, ну, какая-то, какая-то своя клановость, закрытость, да, и в этих сферах, может быть, в академической среде тем более, в этих сферах больше вот такого, где можно не заметить, ну, принять как норму или типа что-то нормы, когда возникают вот такие моменты. Вы знаете, я так подумала, если речь идет о каких-то отношениях не в рамках учитель и ученик или какие-то, то все, что вы сказали, совершенно правильно, да, ведь насилие может быть не только в отношении ученик и учитель, а, например, даже среди ровесников. Кто-то кого-то преследует, это ненормально. Но как вам кажется, в рамках ученик и учитель, когда ученица является, ну, как будто подчиненным лицом, вообще допустимы ли какие-то отношения? Вы очень правильно указали на этот момент, и если мы возвращаемся к вот этому вопросу, как понять, что такое сексуальное осилие, домогательство, и когда какие-то действия, они начинают пересекать рамки с точки зрения и правового, уголовного права, и криминологии, и психологии, всегда упоминается такой момент, что потерпевший и обидчик, как правило, они находятся в этих таких очень специфических отношениях, это такая, ну, власти, да, иерархии, и всегда есть вот эта ситуация. Это подчиненный и, как бы, руководитель. Эта ситуация наблюдается в нашем примере. В 2018 году Бюро Омбудсмена по своей инициативе провела опрос, как бы, исследование нежелательных сексуальных действий в рабочей среде. Кстати, могу порекламировать эту информацию. Да, я обязательно почитаю. Оно свободно. Видите, Эмилия, ну тут я хотела бы сказать, что... В принципе, те же самые, они абсолютно идентичны. Но в трудовом кодексе абсолютно чётко указано, есть защита людей, и не обязательно, кстати, что это женщины пострадавшие, я так понимаю, мужчины тоже вполне себе в трудовой среде могут пострадать от харассием, да, все могут пострадать. Но там это заложено в трудовом законе. Если что, то можно этот трудовой закон поднять и на него ссылаться. А как тут быть? Ну, если смотреть на сферу высшего образования, то закон о высшем образовании в принципе гарантирует всем учащимся право получить образование в среде, которая свободна от любой дискриминации. Там упоминается конкретный случай, в том числе дискриминация по половому призраку. И вот этот харассмент, это один из вариантов, подвидов половой дискриминации. Но это, конечно, как бы общее положение, которое обязывает учебное заведение, высшее учебное заведение предоставлять среду, которая свободна от дискриминации. В то же самое время, что делать в случае, когда вот что-то такое происходит, никто об этом не говорит, не совсем как бы ясно. И именно бюро омбудсмена на данном этапе мы проводим предварительные запросы, интервью, расследование, ну, расследование в более широком смысле. Мы не правоохранительная институция, мы не полиция, у нас свои другие методы. Мы в результате, как правило, мы пытаемся смотреть на ситуацию системно. Мы не ищем виноватых, мы не доказываем вину, у нас просто нет таких возможностей и полномочий. Но мы смотрим как бы на систему. В общем, мы пытаемся идентифицировать вот чего не хватает, как это можно улучшить. Вот это очень хороший момент, который мы поговорим. Вы знаете, к нам приходит уже много вопросов, поэтому я предлагаю, да, сейчас ускориться. Вопросы, кстати, интересные, но я хотела уточнить. Вы провели исследование, там есть какое-то свидетельство того, что в рабочей среде тоже такое происходит? Это исследование было, как-то сказать, смысл этого исследования был дать информацию работодателям и работникам о потенциальных ситуациях. А, потенциально. В которых они могут оказаться и какие варианты решения проблем им доступны, что требуется от работодателя, какие возможности жаловаться, куда идти, в принципе. Слушайте, на всех организациях мне уже должно быть, траук смысл целый, да, должно уже быть везде работать эта система. Но вот почему этим не пользуются? Может быть, не все об этом знают, и нам нужно еще раз на радио, на нашем общественном об этом проговорить, что такое эта система оповещения о каких-то нарушениях. Но важный вопрос, который я вот задам моим экспертам, Ева, тогда вы начните, что такое сексуальное домогательство? Одно дело, когда действительно есть физический контакт, когда тебя преследуют про насилие, я даже говорить не хочу, это уголовное преступление. Но я приведу вот пример, который прозвучал в этих сюжете, да, культурного шока. Цитата, «Мне преподаватель высказал неприемлемые замечания эротического характера на открытии выставки студенческой группы «Академия». Публично, возле моей работы, попытался часть работы засунуть себе в брюки. В течение следующего месяца после моей жалобы и свидетельств других студентов его освободили от должности». Дальше, переписка студентки с преподавателем. Вот он спрашивает, сколько было у вас мужчин? И она говорит, 10 партнеров было, преподаватель пишет, замечательно. Студентка пишет, почему? Преподаватель говорит, это опыт. Ну, вот так. И еще одно. Студентка третьего курса, студентка номер 3, да, которая у них там под анонимность соблюдалась. Девочки с других курсов меня уже предупреждали, чтобы я не носила короткие юбки и не красила губы красным. Но все равно сначала пишет и, скорее всего, уже у тебя видел в интернете. Так и произошло. Он уже ответил мне реакциями в Инстаграме, сердечками, комплиментами, ответами на сториз. Были приглашения встретиться. Мне было противно это читать. И ты все время себя спрашиваешь, почему же тебе так некомфортно. То есть, понимаете, получается, девочка получает сердечки, какие-то комплименты, да. Но когда, когда, где этот переход уже на красную линию, когда это не просто какое-то дружеское сердечко посланное и еще что-то. Мне мои коллеги тоже сердечки присылают. Ну, это совершенно, ну, дружеский ответ. А когда это уже сексуальная домогательность? Ну, во-первых, это сексуальность, это одно дело. Другое, это власть. Опять же, власть. Потому что мы, когда говорим о таких отношениях, это очень часто власть. Потому что есть некоторые группы, которые должны получить, ну, не опеку, но защиту. Например, дети и недееспособные люди. Потому что, ну, если ты не продаешь или не покупаешь от него квартиру, тогда, ну, значит, ты не полагаешь, что он может принять информированное решение, вступить в отношения. И дальше уже там рабочая среда. Во-первых, есть институции, это тюрьма, армия и другие, где вот начальник сказал, и ты говоришь, да, да, сэр, да, будешь, это приказы. Ты не можешь ему сказать, да пошел ты, да, я не буду этого делать. И немножко это же самое и в академиях, и, ну, университетах, и на рабочей среде. Можешь ли ты этому человеку сказать, да пошел ты, и тебе ничего не будет. Ты будешь жить нормально, ну, хорошо, там отношения немножко испортятся, но это не погубит не твою карьеру, это не погубит твои отметки. Вы думаете, что эти девушки могли сказать этому преподавателю от Шрица? Или что? И там были, ну, и это еще одно дело, и это, ну, это учебная среда. Потому что в учебе, в академиях мы полагаемся, что лучшие ответы, отметки получают те, которые лучше всего сделали свою работу, которые самые умные, самые старательные. И здесь это уже испортится, это больше так не действует. И тогда это уже тоже одна зона ответственности этого учебного заведения. Потому что, как, может быть, она отличница не потому, что она самая умная, да, или талантливая, а просто из-за какой-то другой причины. И другая девушка, которая отказала, она ее отчислит просто. Да, да, такое может быть. Александр, как вы считаете, где красная линия? Когда сердечко, и это просто дружеский жест, когда это уже сексуальное домогательство, без физического контакта? Ну, мне кажется, красная линия, это уже когда сердечко просто само вылетает первое уже, в отношении студентки, в частной переписке, да. Мне кажется, что это уже красная линия. Дело в том, что вы говорите о такой зависимости, да, от преподавателей, скажем, студентам, или на работе, это тоже от начальника. Но я бы хотел другой аспект, это тоже, безусловно, присутствует, но я бы хотел другой аспект, это психики, как устроена психика, да. И мы говорим о том, что есть еще такое подсознательное, знаете, стремление. Дело в том, что как бы каждый человек развивается, и представьте, что ребенок, он зависит от взрослого и от мнения взрослого. Абсолютно. И эта часть остается у взрослого любого человека. То есть, таким образом, власть как бы взрослый или начальник, преподаватель, он уже подсознательно имеет надо, скажем, подчиненным, да. И подчиненный зависим от этого, да, и он не может сопротивляться, это раз. То есть, он уже подсознательно блокирует себя, и говорить ему, и защищать себя ему сложно. Представьте, ребенок не может защищать себя перед взрослым, да, особенно маленький, да. Это второй момент. Это то, что у любого ребенка, да, тоже формируется такая, знаете, система такого поощрения. Когда на него обратили внимание, он рад. И вот здесь, если человек обращает внимание, вышестоящий, то человек тоже внутри, он как бы этому рад, этому такому сигналу, да. И вот как перейти в то, что, когда уже нужно защищать себя, что это уже переходит в какие-то рамки, да. То здесь я бы, конечно, может быть, мечтал бы. Дело в том, что у нас, скажем, в психотерапии там очень четко есть кодекс, этика, да, что никаких каких-то флиртов невозможно, не говоря уже о более развернутых отношениях. То, конечно, было бы замечательно, если бы такой какой-то кодекс этики существовал бы и у преподавателей, и у начальников в отношении подчиненных, что, может быть, не совсем запрещено что-то теплое в отношениях, да, а, скажем, вот эти вот намеки и прочие, то есть вообще, скажем, сама мысль об отношениях и сексуального характера, да, чтобы они были бы... Ну, это, конечно, невозможно, скорее всего, да, но чтобы какая-то настороженность такая была. Я слышал о таких ситуациях, где буквально чуть ли не в приказном порядке запрещены отношения на работе, да. Может, такое и есть среди... Ну, вы знаете, мы-то не про жесткость, потому что жесткость, она все равно только побуждает большее сопротивление. Но на самом деле вот это этическое отношение, что когда приходит подчиненный, в подсознании это уже у начальника как бы немножко такая роль, ну, скажем, сверху такая, ну, давящая. А у подчиненного, у него подчиненная роль, и в подсознании он тоже как бы более податлив. И вот это очень четко, чтобы отслеживать, чтобы ни в коем случае не переходить. Мы знаем о куче там всяких романов, кино показывают и так далее. Ну да, да. На работе, да, здесь трудно, знаете, кто там влюбился, как влюбился, но вот эта вот красная черта должна быть, что не делать ничего, что второму неприятно. Второму неприятно, он может даже это вслух не сказать, потому что он даже это может не отследить. Или бояться просто сказать, да. Поэтому здесь должны быть очень четко регулированы отношения подчиненных и начальства каким-то, не знаю, актом, не знаю, законодательным. Да, и плюс еще, как мне кажется, ну вот тоже, может быть, ваше мнение будет, и спрошу особенно у дам нашей студии, поскольку вы, ну, у вас есть, скорее всего, дети, и вы тоже наверняка такие вопросы проговариваете. Почему дети наши сегодняшние не обращаются первое куда? Это к родителям. И родители должны были научить этих девочек и других кого-то, история с лагерем Кит была тоже, что нет, есть слово нет, значит нет. И вот уметь выстраивать границы личные и уметь определять эти красные линии, о которых мы сегодня говорим. Почему вы думаете? Потому что это тема табу. Эмилия. Тема, тема, она табу, она, как уже упоминалось, она очень чувствительная, сенситивная. Вообще вся тема половых отношений и полового насилия, как таково, в том числе, там очень-очень большой процент латентности. И даже если не смотреть на наш теперешний разговор и тему, то вообще вот сексуальные преступления, как правило, они характеризуются тем, что жертвы об этом не хотят говорить. И тут получается вот такой вот замкнутый круг, который, по-моему, более как бы моё личное мнение на данном этапе, он создаёт латентность, нежелание или страх об этом сообщать, выходить публично, как бы уже не анонимно, и именно публичное, как бы вот быть первым, он порождает безнаказанность у обидчиков. И круг замыкается. Это безнаказанность, ощущение безнаказанности. Вот как упоминалось, что, оказывается, люди знали, что эта система существовала годами. Ну, соответственно, то, что было написано в интернете, это значит, что безнаказанность есть, она продолжалась, как бы и студенты менялись, преподаватели оставались те же самые. Да, какое-то взыскание им там делали, но они продолжали дальше. Даже, по-моему, не делали взыскание, потому что никто не знал и об этом не говорили. Но вот да, вот порождается этот замкнутый круг, из которого мы теперь пытаемся понять, как выбраться. И вот тенденция, она сохраняется, потому что с точки зрения омбудсмена, вот эта дискуссия, которая происходит в СМИ, она как бы продолжает куда-то идти, но не совсем понятно именно, куда эта дискуссия идет, потому что вот результатов пока нету. Есть разные анонимные заявления. Вот полиция начала уголовный процесс. Министр внутренних дел обещал это дело тоже взять на карандаш. Я так понимаю, что вот эти всплески происходят, и что-то будет меняться, да? Данный процесс, он начат по факту, и это очень важный нюанс с нашей точки зрения. Это значит, что нету конкретных фигурантов, нету потерпевших, нету подозреваемых. Это все о факте. А с нашей стороны ситуация абсолютно такая же, поэтому мы подходим к этому системно. Есть кодекс этики в разных высших учебных заведениях, есть комиссии по этике, но что-то где-то пока что не работает. Не работает, но, слава богу, по-моему, отношения все-таки меняются. И самое главное, как мне кажется, это просто своим, дома в семье учить своих детей таким вот вещам. Возможно, эти вещи какие-то неприятные. Сейчас, Ева, я вас другой вопрос спрошу. Вот как вам кажется, правильно ли с детства учить вот таким вещам, что есть личные границы, есть слово «нет». Даже если тебе хочется обидеть человека, тяжело ли это? Почему не учить? Вы знаете, тут дело тонкое, хитрое, потому что учить-то можно и прописывать как надо. Но важен очень момент в воспитании, это личный пример. И если у ребенка нет права высказывать свое мнение, задавать глупые вопросы, настаивать на своем, а это очень распространено у нас, то тогда не бывает так, что он должен слушаться маму, потому что мама так сказала, без аргументов, да? И у нее нет права никакого, сказал вот и все, да? Иди присматривай у младшего ребенка, да? Хотя это и так далее, мамина уже забота, да? Очень много как бы правильных установок, но дети растут бесправные. У человека свободного, который может защищать свои границы, свои интересы, его нужно воспитывать с детства. То есть с самого маленького возраста ему говорит, да, ты так думаешь, о, здорово, но знаешь, вот лучше так. То есть разговаривать, уважительно относиться. И только через такое воспитание возможно, чтобы человек вырос бы, который мог бы сказать и защитить себя. А если он привык все время подчиняться, у него нет права сопротивляться, да? И тогда он не сможет, его можно много раз говорить, вот ты должен защищаться, он не будет, он не будет уметь. Да, интересный момент этот, очень интересный этот момент. Наверное, не все родители понимают, как это правильно делать, делают по наитию или так, как их самих воспитывали, да, чаще всего. Именно. Ева, вам отдельный вопрос. Я вот зачитаю сейчас, Анна нам пишет. Я сама заканчивала консерваторию Витола. У нас ничего подобного не было, несмотря на то, что обучение предусматривает индивидуальные занятия с преподавателем. Думаю, что девушки тоже ведут себя так, что просто напрашиваются. Я ни в коем случае не защищаю преподавателей, но зачем так подробно в деталях смакуют все эти случаи? Считаю, пусть органы расследуют это дело, не надо распространять, так это распространять и выворачивать всему обществу руки. О чем я хочу сказать, Анна, я прочитала ваше мнение, да, но меня на самом деле тоже несколько смущает вот такой вопрос. И в истории с КИДом меня это смущало с этим лагерем. Надо ли публиковать вообще вот такие имена конкретные преподаватели? Да, есть заявление, да. Или все-таки, как вам кажется, можно ли это делать до решения суда? Или все-таки суд должен установить, виноваты эти люди или нет? Ведь всякое может быть. Я в этот случай, я думаю, что говорить надо об ответственности ректора. Потому что... Он не ушел, кстати, в ответственность. Да, он не ушел, потому что он, ну а что там, я весь такой умный, я буду продолжать. Насчет бывает, ну, охота на ведьм. Мы не знаем. Это правда. Но это, по-моему, неизбежно. Если после такого скандала два лица уходят в своих мест, ну, люди должны бить совсем глупыми, чтобы не понять, что речь о них. Но я, конечно, я думаю, что имена назвать не надо и рассуждать, и все такое. Но насчет, у меня не было такого опыта, ну, слава богу, у нас не было опыта ни с убийствами, ни с другими какими-то плохими делами, и, ну, утверждать, что, значит, такого не было. Ну, нет, ну, нельзя. Так что... У меня, вот, понимаете, почему? Потому что вот эта история с этим кидом, когда обвинили тоже, ну, там, да, там, конечно, тоже было над чем поговорить, именно сама история. Вы все в курсе, да, этой истории? Ну, ладно, тогда мы не будем называть эти фамилии. Но у человека испорчена репутация, человек находился в совершенном отчаянии. И вот эта порча репутации, название фамилии до решения приговора суда. Вот чисто полчилочки, вам кажется, это правильно? Это уже вопрос с журналисткой. Это да. Вот у нас мнения, кстати, в журналистской среде разошлись. Нету четкого ответа. Это неудивительно, да. Потому что, когда тема очень актуальна для общества, то есть очень большое искушение приступить к грань и понять, как бы, где уже вот эта свобода слова, журналистское расследование, где начинается вот частная жизнь. И это репутация, профессиональная репутация и карьера. И к этому нельзя применить абсолютно одинаковый подход во всех делах, потому что каждый случай будет индивидуальный. И вот именно по этим случаям, вот вы упомянули, пока дело не дошло до суда, у меня нет уверенности, что это вообще как бы уголовная составляющая уголовного права. Потому что есть еще другие возможности решения этого вопроса. Да, мы пока не можем ответить, работают они или нет, но вот любой преподаватель, он работает в университете и в сфере трудовых взаимоотношений университет, высшее учебное заведение может от него освободиться. Его могут заменить на другого преподавателя, то есть как бы очистить эту систему. Для этого мы опять возвращаемся к кодексу этики, понятие, что такое хорошо, где эта грань, которую нельзя переступать. Если ты преподаватель, даже если ты работаешь на самом деле в высшем учебном заведении, это не обязательно преподаватель. Это может быть просто работник, который имеет доступ к студентам. Опять же, вот варианты административной ответственности, административной ответственности, денежные штрафы. Просто у нас не было до сих пор таких прецедентов, и трудно пока что сказать определенно, что работает, а что нет. Ну, потому что у меня тоже нет вот такого четкого ответа. С одной стороны, я понимаю, что а как было этим девочкам еще по-другому рассказать об этом, если все, что они пытались сделать до этого, не работало. То есть да, через прессу все это делается легко и быстро. Но ведь с другой стороны, да, должна быть какая-то законность человека. Ну, там же нет расследования пока. Ну, если мы не будем соблюдать законы, ну, у нас наступит завтра разруха. Мы пойдем, возьмем в руки биты, пойдем там все громить и крушить. Ну, я не знаю, честно говоря. Это сложный вопрос. По-моему, с первых, это не вопрос о нормах. Все знали, что это плохо. И преподаватели знали, что это плохо. И в конце концов, и девушки знали, что это плохо. Ну, вот она пошла, это, по-моему, Аннет Конст. Нет, другая фамилия была. Это Ашмане. Она пошла к ректору, и то, ой, ну, ничего, никакой реакции. И другое дело, если все знали, значит, ну, мне не надо было знать этих фамилий. В среде все знали, о чем речь. И в музыке, ну, они же оба действующие музыки, они же там хор или какой-то ансамбль, концерты, фестивали. Все знали и считали это нормальной, нормой? Почему, если все знали, никто не стал поднимать тревогу, бить в колокола? В этом и вопрос об этой среде. Это, вы думаете, что это как-то должно быть? Потому что я, когда читала воспоминания, когда мы были молодые, там, все эти дирижеры, они... Ну, господи, вы чем гордитесь-то, извините, традиции? Вот это называется традицией хоровой музыки или как? И это, ну, по-моему, я думаю, что это изменится, потому что после этого притворяться мертвыми, это больше, ну, так не будет. Давайте, у нас не так много времени. Вы хотели добавить? Да, у меня вопрос будет об отношении общества. Как вообще относится общество? Я зачитаю вам то, что прислали наши слушатели. Дмитрий пишет. Я думаю, что происходящий повод поговорить о нравах в обществе, в том числе призвать девушек быть благоразумными, не провоцировать, типа, а дай-ка я на экзамен надену юбочку покороче. Если бы я не знал этот инсайт, не писал бы так. Многие девочки даже не задумываются о границах и о моральных красных линиях и в пору самих защищать, в пору защищать мужчин от женского сексизма. Да, не буду читать мнение, да. Дальше я читаю. Гертруда пишет. Может быть, больше внимания обращать на внешний вид девочек в школе. На занятия они идут, как будто на панели вырядились. Любой ценой прославиться. Спровоцировать переписку, записать и выложить в сеть. Ну, это ради хайпа. Это тоже ненормально. Дальше пишет наш слушатель в WhatsApp. Сейчас, погодите. Только поголовная кастрация мужского населения избавит наше сплоченное общество от подобных естественных явлений. Здесь я слышу сарказм. И тут я видела, конечно, еще мнение в интернете, тоже и в Твиттере, и в Фейсбуке. Кто-то резко осуждает такое поведение. Особенно это в Твиттере было заметно, да. А вот мнение, например, тоже похоже на те, которые были присланы. Дыма без огня не бывает. Возможно, студентки просто провоцировали этих преподавателей. Так чего они хотят? Еще одно мнение. Подумаешь, смс ей прислали. Мы что, будем сажать в тюрьму только за то, что какой-то мужчина особенно посмотрел на женщину? До чего мы тогда докатимся? Мы и так сейчас вымираем, пишет другой пользователь интернета. Что, о чем это говорит вообще? О том, что наше общество... Вы знаете, как раньше была поговорка, сама виновата, что изнасиловали короткую юбку на дело. Вот это вопрос, наверное, к психологу. Почему так? Почему мы до сих пор так думаем? Вы знаете, потому что... Вы знаете, не хотелось такими терминами бросаться, но все-таки скажу. Потому что мышление у человека очень свойственно, знаете, такое стремление к такой тоталитарности. Только тоталитарность, это значит, есть одно правильное мнение. Только я так вот думаю, и остальные должны подчиняться. В противоположном конце это значит, знаете, такой гуманитарный подход. Важно, чтобы всем было бы хорошо. И вот если вот эти в маленьких средах то, что вы говорите, круговая порука, все знают, но никто не говорит, это потому что привычно, что молчать. Потому что за мнение другое, отличное, будет человек наказан. Или указан, или его будут там эмоционально рисовать и так далее. То есть вот это вот важно, чтобы человек мог бы свободнее выражаться. И человеку очень свойственно принимать такую, знаете, форму, делить на черное и белое. Это очень примитивная защита в психике человека. Она когда-то на очень ранних стадиях развития, она помогает отделять чужих от своих. Но у зрелой личности это считается таким очень низким уровнем функционирования. И свойственно людям бросаться и клеймить других. Ах, вот ты сама такая, одела юбку. Это не повод. На юбку одела, смотри, любуйся красивым телом. Но это не повод нападать. Такое расщепление очень свойственно. И принимать, делить людей на своих и чужих. И вот это очень важно, чтобы человек мог бы задуматься и принять какую-то точку третью. Поэтому, когда говорят, вот этот вот преступник, но его еще никто не доказал, что это, ну, это недопустимо. То, что нужно проводить такое расследование четкое, да, и тогда уже, ну, с выводами высказывать. Потому что, когда дают только, особенно вот журналисты, ну, может быть, этим грешат. Это фактически журналистика-то хорошая, это дают разные мнения, чтобы человек сам делал вывод. Очень часто у нас как раз наоборот, да. А помните, история с врачом была тоже из ваших коллег, ну, не психотерапевта, а врачом, который тоже был обвинен в сексуальных домогательствах к своим пациенткам. Насколько я помню, эта история тоже закончилась пока ничем. Вы знаете, это очень важно, чтобы сделали расследование, потом можно докладывать, а не... У нас вот наоборот, поэтому у меня такой вопрос и был, вот где этика? Потому что, может быть, журналисты видят эти моменты по-другому. Нам же хочется, чтобы нас побольше почитали, посмотрели, поэтому мы где-то, возможно, перегибаем палку. Правильно ли это? Был вопрос у меня до этого, да. Что вы думаете по поводу мнений отношения общества? Сама виновата, надела короткую юбку. А что здесь такого? Ну, прислала смс, и что? Не надо было провоцировать? Ну, я тоже предподаватель. Я знаю, это социальная роль. Вы должны делать... Вот эти люди, они не встречались в каком-то кабаке. Вот девушка в короткой юбке или так. Это предподаватель. Он должен выполнять... Свою функцию, да, учить, да. И всё. Можешь ли ты выполнять свою функцию? И, по-моему, должно быть и такой кодекс этики. И я опять говорю, все знают, что такое хорошо и что такое плохо, да. И притворяться... Ой, там было и в Сатуре, где там нельзя воспринимать мужчин как какое-то чудо природы. Ну, вот, показал ему там ноги, и он пошёл. Он ничего не забыл. На такое примитивное, да? Примитивное такое существо, которое тут же реагирует на красные юбки и на длинные ноги, да? Не владеет собой. Тогда он не предподаватель. Ты не можешь, если ты не владеешь собой, ты не можешь быть предподавателем нигде, в общем-то. Так что я думаю, что это просто, да, как уже говорили, ну, такие отговорки, стремление винить других. Вас не удивили, Миле, вот эти мнения, которые я озвучила? Я вам обещала. Помните вначале их зачитать? Вот я вам зачитала. Для вас. У меня, наверное, вот три коротких комментария. Коротко, вот последствия комментариев коллег. Да, знаете, есть страны, в которых преподаватель, это социальный статус даже. Вот это, чтобы быть преподавателем, это должен быть человек, который вышел из стадии чёрно-белого мышления. Это уже более созревшая личность. По поводу этих комментариев, во-первых, вот такое отношение... Тут я хочу заметить, что есть и хорошие комментарии, не только такие нам прислали. Вот, например, Григорий пишет, да, настоящий мужчина всегда должен думать головой и думать о том, что ты делаешь. То есть есть и по-хорошему. Я вам зачитала специально для провокации, конечно же. Ну, да. По поводу провокаций, вот именно такие комментарии, которые можно прочитать публично, и отношения, это один из факторов, который способствует латентности, почему люди об этом не хотят говорить, потому что они боятся вот именно такого отношения. И опять у нас получается замкнутый круг психологический. По поводу вот именно комментариев, что вот, ну, что там такое, прислал смс сердечкой или не так-то вот дотронулся. Это всё, конечно, вот очень хорошо комментировать остранённо, но вот теперь представим ситуацию, что это вот дочь комментатора именно. Нормально. Нет, конечно, уже будет другая реакция. Поэтому это очень просто высказывать своё чёрно-белое отношение, пока это не затрагивает тебя лично. Спасибо. Да. Ну, что, нам нужно заканчивать. Я не знаю, какой-то, если вот буквально короткий-короткий вывод, наверное, об этом всё-таки надо говорить. Несмотря на то, что, возможно, звучали эти фамилии, тут я до конца всё-таки не согласна, да, должно быть следствие. И после следствия, да, вот, ну, где-то есть какой-то момент, который вот меня цепляет, да. Может быть, родителям стоит больше со своими детьми говорить всё-таки. Как уже прекрасно объяснил Александр, не подавлять своих детей, чтобы они потом боялись что-то сказать, а говорить о том, где красные линии. Не только девочкам, мальчикам тоже, да. Всякое ведь может быть в жизни. Проводить, вот, рассказывать, учить говорить нет, учить общаться с родителями, что если речь пойдёт всё-таки о какой-то школьнице, о несовершеннолетние дети ведь ещё тоже могут попасться в такую ситуацию, в лагерях где-то, да. Они могли подойти хотя бы к своим родителям. И тут вопрос доверия с родителями. Наверняка вы тоже подтвердите, Александр. Очень-очень важен. Ну, хорошо, что вы согласились сегодня, дорогие гости, прийти. Тема-то непростая, чувствительная. И если мы больше будем говорить, особенно на общественном радио об этом, я думаю, наше общество будет в этом плане более здоровым, более понимающим и, наверное, более таким сочувствующим. И по таких комментариях, которые некоторые я вижу, я и в интернете их видела, что сама виновата, их будет поменьше. По крайней мере, наша мораль и общество будет меняться. Спасибо большое. Эмилия Плаксинс, юридический советник отдела по предотвращению дискриминации бюро омбудсмена. Спасибо, Эмилия. Александр Мушкин, врач-психотерапевт, член Латвийской ассоциации врачей-психотерапевтов, психоаналитик. Вот когда много психа, кажется, что это очень умное что-то. Спасибо вам большое, Александр. Будем вас приглашать как эксперта вот по таким вот непростым темам. И Ева Строда, социолог, представитель исследовательского центра СКДС, руководитель отдела социально-политических исследований. Ева, рада была вас видеть еще раз в нашей студии. Приходите еще. Провела передачу Ольга Князева. С вами я встречусь только в понедельник. Завтра проведет вместо меня наш открытый разговор другой ведущий. А в понедельник с вами увидимся снова. И в следующую неделю тоже начну прямо с вами снова с открытого разговора. Так что всем хороших выходных. Желаю я уже сегодня. Всем пока. Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4. Субтитры создавал DimaTorzok